Ваше величество И озвучиваю человек, для которого написали текст Я переводил фильмы Начал с того, что мне захотелось переводить фильмы Это был очень конкурентно насыщенный бизнес И надо было показать себя И тебе никто не говорил, ой, пожалуйста, проходите Мы только и ждали того, что вы придете И изволите себя показать Нет Это всего надо было добиваться При определенных Даже, я бы сказал, больших усилиях Это надо было все время совершенствоваться Потому что, как правильно сказал один из великих Который, ну я не могу сказать, что этот человек меня учил Но он дал мне еще несколько полезных советов Он сказал, никого не интересует А прежде всего меня, как ты знаешь английский Ты будешь переводить на русский Меня интересует, как ты знаешь русский язык Пришлось и над русским работать Ну, собственно говоря А к сожалению, сегодня Благодаря интернету Который, с одной стороны, является одним из величайших изобретений человечества Но если люди пользуются интернетом для того, чтобы Скрываясь за безнаказанностью Потому что там у меня был достаточно долго мой сайт И люди писали там разные гадости Я вам точно могу сказать В лицо бы они мне этого не посмели сказать Вот А с другой стороны люди пользуются интернетом Чтобы слать друг другу бессмысленные сообщения Состоящие из колобков и галочек Вот сегодня фильтры отсутствуют И это, я говорю, с полной ответственностью Потому что, когда Фильм переводится Mission Impossible переводится Как миссия невыполнима Ну ты дурак, ты идиот Я уверен, что читать не умеешь Почему? Потому что миссия была у Христа Миссия была у Сталина Миссия была у Магомета А у третеразрядного шпиона Которого играет Том Круз Есть задание Которое он выполняет С той или иной Я вам дальше скажу Уровень падения знаний Катастрофический Потому что это уже вошло Практически повсюду Когда на улице Американец или американка Обращается к полицейскому И говорят ему Офисер Ну это переводится как офицер У меня один вопрос К этим гением Ну есть ли они офицеры Почему ими командует сержант Это что это такое Я не могу этого понять Но голова не включается Это переводится Господин полицейский В связи с этим Наши зрители тоже интересуются Вы говорите, что Нас учат У Тони Дженерал Все-таки нам говорили Что это генеральный прокурор Нет, вам неправильно говорили Что это совсем иное Дальше я вам дальше скажу Кто такой Сержант Дженерал Сержант Дженерал Министерство здравоохранения Они генеральный хирург А я сталкиваюсь с этим постоянно Ты хочешь стать лучше А без этого успеха Достичь невозможно Ты должен каждый день Становиться лучше 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 Чем это достигается? Трудом Без труда Ни один гений не может состояться Или он состоялся Вы спортсмен Наверняка Наверняка вы видели Колоссальное количество Спортсменов Которые блеснули И все Практически любой человек Что в мое время Что сейчас Мечта Одна Ничего не делать Включать за их деньги Но эти места все заняты Вот мир Всегда был Очень конкурентно насыщенным Очень конкурентно насыщенным Да, я понимаю Сегодня очень многие Хотят стать блогерами Ну я бы тоже, наверное, хотел Потому что Деньги платят Делать практически Ничего не надо На работу ходить На работу ходить не надо Предположим Но я думаю Что количество людей Которые хотят этим заниматься Оно настолько велико А чем больше Тем меньше платят Поэтому Один талант Ничего не дает Где бы то ни было Вот чтобы Человек не делал Способности И Самый главный труд Вот мне могут, например, сказать Две группы На выбор Одна группа Очень талантливые ребята Ну вот как-то вот они То пив попить пойдут И в этом нет ничего плохого В этом нет ничего И там И занятия могут пропустить И я читаю Ну пропустил и пропустил Потом идут и все на пять сдадут Нет Так не бывает А вторая группа Люди средних способностей Но они трудяги Они трудолюбивые люди Конечно я возьму вторую группу Интересно А вот я тоже являлась спикером Нашего проекта И у меня не было За моей спиной Такого опыта Ещательно английском Выступать перед аудиторией И На целых там Восемь-десять минут Я готовилась к этому К этой речи Наверное месяц Правильно Правильно У нас были тренинги Мы все это разрабатывали С нашими преподавателями Выступали Я дам вам совет Впредь Если вам такое выпадет Да Вы находите В Нью-Йорк Таймс В Вашингтон Порс В хорошей Американской Ну я не знаю Английского Я плохо знаю Английский Я американский знаю Вот Ну например Я бы полез В моего любимого Джеймса Энрой Я бы почитал Тома Уолфа Бонфайр Заверитис Я бы оттуда Надергал Я бы посмотрел Если речь пойдет О кино Я бы посмотрел В АМДБ И я бы сделал На первых порах Конечно Определенную компиляцию Но эта компиляция Не просто компиляция А осмысленная Компиляция Во-первых Это дает знание А во-вторых Это березет силы Но то Что вы готовились Месяц Вы большой молодец Если ты не знаешь Как это делается Очень удобный ответ Я этого не смогу сделать Ну нет Вот Вот Там Мой кот В свое время Он Лежал И ждал Пока я его отнесу К миске Он уже Конечно Конечно О, я его брал Я его относил К миске И не каждый раз Он ел Я бы хотела вернуться К ситуации Как вам Я месяц готовилась У нас проект Предусматривает Что ребята Спикеры Нас было 9 человек Нас целый месяц готовили К этому Мы очень старались Но Когда я начала выступать Я встала И забыла Все, что я хотела сказать Был такой момент Катя Я растерялась Может быть Это что-то связано Катя А вам говорил Кто-нибудь Вы составили письменный текст Конечно Я его раздал Не больше Очень много Начинала Снимала себя На камеру Ну Как это называется Психологически Смыш Нервная система Организована Подобным образом Проходит Естественно Когда люди Начинают говорить О своем Каком-то там Супер Хладнокровии Не бывает Не бывает Не бывает Ну как с этим справиться С опытом Катя Опять же Я рискую Показаться занудой Но Работать Работать Попробуйте Сделать следующее Вы же общаетесь С родителями Да Попробуйте В течение Десяти минут Рассказать им Что-нибудь Интересное Ну это должно быть Я не знаю В какой области Трудятся ваши родители Ну например Расскажите им Ну Кать Ну от фонаря О зарождении Американского Кинобизнеса Феноменальная Интересная история Это опыт Это опыт Вот например Вы о нем Не знаете Я думаю Скорее всего В этом Не знаете Но в свое время На советском Телевидении Не вас и не было Тогда Был такой Скажем так Я его назову Телерассказчик Ирак Леандрон Захотите Посмотрите В сети Он Очень много Рассказывал Про Лермонтова Ну почему Он считал Что Лермонтова Был хороший характер Ну вот Это было странно Тем не менее У него было И он рассказывал По телевизору У него было 22 истории С этими 22 Историями Он объехал Весь Советский Союз Заработал Кучу денег Естественно Но У меня нет Немалеческого Зарождения Во-первых Он рассказывал Людям Весьма и весьма Познавательные Вещи То про Лермонтова То про какого-то Великого Дирижера Всегда ли он был Таким Нет У него наверное Были какие-то Способности Но для того Чтобы развивать Способности Надо было Читать 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 И читать Надо было Получать знания И если вы Пойдете По этому пути Вы будете Там Рассказывать Про то Как вы в свое время Боялись И сами будете Смеяться И думать Боже мой Как это было возможно А у вас такое было? Конечно И что вас спасало Красноречие? Меня спасало то Что вокруг меня Было определенное Количество людей Которые Относились Ко мне Скажем так Строго Но доброжелательно Ну что У отца Не было Других забот Как сидеть И проверять Как я сделал английский? Ну конечно И гораздо более приятно Но он добился Того Что я выучил английский Кстати Кать Вы мне напомнили Значит Я закачивал институт Это было вообще Как говорил Один мой друг В те времена Ходили деревянные рубли И кожаные полтенники И у меня у нас Была группа Английская Когда давали Второй язык Им дали португальский А в Португалии Тогда была Фашистская диктатура В Анголии В Мозамбике Где говорили По-португальски Шла партизанская война И если наши инструкторы Тогда попадали То это никто Совсем не афишировал Ну а Бразилии Ридо-Жаней Вроде бы они были Но точно никто не знал Есть такая страна Или нет И они пошли В деканат И они Я эту историю Знаю от них И помню ее прекрасно И они сказали Любой Даже немецкий А что немецкий Скажем так В ГДР Далеко не все Но про ФРГ Я не говорю Но они были согласны Даже на немецкий Чем португальский Чем португальский Да На что зам декана Холдокром сказал Потому что дорога На вечерний педагогический Всегда открыта Он там их не убеждал Нет Мы закончили институт И через год В Португалии Произошла революция И из этих По-моему Девяти Студентов Из этой группы Злосчастной Вот из них Никто с английским Не работал Все работали С португальским А двое-трое Были корреспондентами В Рио-де-Жанейро В Лиссабоне Вот не повезло Жизнь Жизнь Поэтому Когда человек говорит Все пропало Да не все Ты еще даже представить Не можешь Что тебя сделает Еще как понадобится Конечно Конечно Все это вы знаете Английский Французский Испанский Итальянский Четыре языка Значит Вот тут вот Обязательно Нужно сделать оговорочку Значит Когда я Закончил институт Я начал рваться Работать С этими языками Мне говорили Тысяча ладинка Как следует выучить Почему говорили Мне это люди Которые не знали Ни одного языка Да и русский Они надо сказать Тоже не очень хорошо знали И так получилось Что практически Все время Хотя фильмы Я переводил С английского Французского И итальянского Ну По большей части Конечно Английский Французский Но Так как все языки Я учил Так как это надо делать И вот Мне сегодня Например скажут Что есть Будет Через Полгода Будет Работа в итальянском Ну До этого Итальянский язык Должен быть Ну В прекрасном состоянии Но у меня Фундамент заложен Я не помню То есть Все это у меня В глубоком пассиве Но как только Я начну заниматься Это всплывать Начнет все И я могу то есть сказать Что за 3-4 месяца Интенсивных занятий Я доведу Язык Конечно Конечно Но Для этого Нужно подготовиться Конечно А для того Чтобы язык держать В хорошем состоянии Это же практика Нужна Да Да Конечно Нужна А как А как Практика Четырех языков Друзья Самая Какой ваш любимый язык Никол Нету Нет Я В мое время Понимаете В мое время Никто не было Ни интернета Ни Ну Для меня это были Колоссальные Мир Вот Передо мной Открывался Огромный мир Во-первых Книги Во-первых Книги Во-вторых Ну это уже Так жизнь сложилась Я перевозил фильмы Я более или менее Представлял себе Мир Который Окружает Культуру Когда Я попал В этот мир Он оказался Совершенно Конечно Книги Кино Потому что Американское кино Это вранье С первого До последнего Слова Кроме Вот первое Что мне приходит В голову Истуд Это Гран Торино И Миллен Доллар Бэйби Это не малышка На миллион Это неправильный перевод Миллен Доллар Бэйби В фильме Идет речь О том Что она может Получить За бой Миллион долларов Это для женского бокса Колоссальные деньги Вот это Америка Вот это настоящая Америка А мы думаем Что все в Америке Живут на Пятой Авеню И у них в квартирах Потолки в 6 метров Как Завоевать внимание Аудитории Это Во-первых Надо Понимать Что за аудитория Иметь За душой Навык Перевода Совсем не последнее дело Любые Вы понимаете Любые знания Любые знания Они Пойдут вам Только в плюс Можно Конечно Сделать Злое лицо Метод Мне он Как-то Не близок Это все Ведет На темную Сторону Силы Let's talk Voice your mind